Прошлый раз мы остановились на том, что при осмотрении жёстких процессов всё происходит на малых расстояниях И это расстояние много меньше, чем единица на мю, где характерный масштаб порядка 300 мм Это величина порядка 10-11 см А жёсткие процессы дополнительно ещё требуют, чтобы инвариантная масса канала расстояния была в порядке поперечного импульса или порядка виртуальности фотона И всё это должно быть много больше, чем ю-квадрат Вот это жёсткие процессы Их отличительная черта Можно пользоваться теорией возмущения квантовых равнидами Раз Второе Сечения при этом, как правило, получаются маленькие и падающие с ростом энергии Но зато крайне интересный процесс, поскольку происходит на малых расстояниях Дополнительно есть ещё некоторые благоприятные обстоятельства, связанные с теорией В этих условиях единственным, так сказать, параметром, который является малым Является константа сиенового взаимодействия Которая зависит от b-квадрата или h-ву-квадрата Она много меньше единицы И поэтому двух-трёх порядков достаточно, чтобы описать существующие эксперименты Ну, и я начал рассказывать про то, как всё это выглядит Остановились мы вот на этой картинке Речь об том, как выглядит Как выглядит сечение процесса? Е плюс, Е минус В два фотона бактериальных С производством, в конце концов, адронов Один из которых инклюзивным образом детектируется И в зависимости от поперечного импульса Этого детектируемого адрона Вымеряется соответствующее распределение Причём на малых поперечных импульсах Сечение падает экспоненциально Вполне большим коэффициентом А по мере того, как импульс растёт Выявляется точная структура фотонов Его состав из скварков И, наконец, всё выполаживается И выходит на уровень зависимости единицы на P4 Ясно, что это совершенно разные зависимости И, скажем, при одной и том же поперечном импульсе Всего два с половиной гэва Разница между этой зависимостью и степенной Достигает, как вы видите, почти двух порядков Ну, а кроме того, мы посмотрели вот эти картинки И, наконец, речь шла про то, что Одним из таких процессов Жёстких Является рождение струй Кварковых Кварковых, которые наблюдались И даже, так сказать, было описание их Подобное тому Как выглядели струи Е плюс и минус универсимодромы Теоретически можно было бы смотреть Рождение Углеонных струй И соответствующие расчёты Включая наших товарищей Были сделаны, но экспериментально Их сечение, в принципе, казалось мало И трудно отделимое от кварковых Ну и дополнительно Я хотел показать Вот эту картинку Если её удастся увеличить Не произошло увеличение, да? Ну ладно Но всё-таки я хотел её немножко прокомментировать Здесь указано число событий Фактически на соответствующее сечение Распределение по поперечному импульсу струи Этот поперечный импульс меняется от 3 до 6 Все это происходило на ускорителе Тристалл На детекторе ТАПАС Такой ускоритель работал в своё время в Японии Причём полная энергия была на уровне 60 ГФ Что видно на этой картинке? Падение довольно бодрое С ростом поперечного импульса струи Но А если использовать модель векторной доминантности То это вообще будет мизинный вклад И только если использовать модель обычную, простую, кварковую модель То поведение примерно такое Хотя отстаёт от эксперимента Ну на полпорядка примерно Так что дополнительно к тому, что учитывается кварковый состав Или кварковая модель Дополнительно ещё учитывает возможность того, что Как в нашем случае Два фотона Испускают пару кварков Которые превращаются в грудь Это та самая модель Которая представлена Вот этой Как средней кривой Но дополнительно ещё учитывается тот факт, что В принципе могут излучаться грионы И давать Так называемые дополнительные мини струи И вот в такой модели уже Удаётся описать Этот эксперимент Более или менее Надёжно Это Один набор экспериментов Второй набор Уже Эстенфордского ускорителя В котором Энергия была Суммарная 30 ГФ Ну и картинка Примерно похожая А, нет Извините Извиняюсь Извиняюсь Это немножко другой Значит Остановимся пока на этом Это очень хорошо В принципе, да Что И в фотон-фотонных Судырениях Такие струи наблюдались Но я должен сказать, что Судырная тематика Особенно бурно Расцвела Последние годы Судырения обычных адронов А именно Судырениях протонов На большом адронном коллагере Там, где старкиваются протоны С энергии Несколько Терраэлектронов Вольт Там рождаются струи С энергией С поперечным импульсом Не вот как здесь Там 5-6 ГФ А с поперечными импульсами До нескольких сотен ГФ Причем Интересно, что Когда поперечный импульс Меняется От 10 Скажем До сотни ГФ Или даже На нескольких сотен ГФ Сечение падает На много Порядков И тем не менее Квантовая хронинамика Вот этот Громадный интервал Падения сечения Очень неплохо описывает В последнее время Удалось наблюдать Очень много Тонких деталей Скажем Рождение двух струй Их корреляции Друг с другом И так далее И все это Очень неплохо описывается Квантовой хронинамикой С этой точки зрения Конечно То, что было Получено Фотон Фотон и Словерение Само по себе Ценно Но все-таки Эта информация Ну Я бы сказал Относится К другому уровню Точности И И Малых расстояний Наконец Речь идет о том Что Могут рождаться И Недолго Струи А при больших Поперечных инкульсах Могут рождаться И пары Каких-то частиц Ну например Совсем простейший вариант Это рождается Пара пионов Так Вот С парой пионов Ситуация такая Конечно Все стартует Поскольку Концент Мутрогром И сам взаимодействие Кварков Но пионы Это двухкварковое Образование И поэтому Реальная диаграмма Которая Есть еще одна Пара Кварков Да Которая Взаимодействует Через Блюон С исходной Парой Это в нижнем Порядке И затем Эта пара Кварк И антикварк Образует Например Пи- Минус А соответствующая Пара Другая Образует Пи- Плюс И все это Интересует В области Именно Жестных Соударений Когда Инвариантная Масса Гомогам Велика И рассеяние Пионов Происходит На большие Расстояния На большие Углы На массовой Поверхности То есть Когда Происходило Рождение И плюс И минус Соударения Вы видели Что В области Резонанса Это около Одного Двух Гэф Инвариантная Масса Гомогам Там была Большая Хитрая Структура Связанная С появлением Сначала Чисто Электродинамического Пика Потом Большой Пик Ф2 Я в прошлый раз Ничего подобного Не должно быть В этом случае В этом случае Есть вот Такого сорта Основная И Вот Это Сечение Падает Очень быстро С ростом Энергии Сталкивающих Фотонов А я напомню Что мы рассматриваем Ситуацию Когда Подеречный импульс Конечных Ионов Тоже Один из первых Экспериментов Такого сорта Здесь как раз Показан Вот Вот Не знаю Хорошо ли вам видно Но Экспериментальные данные Причем Когда мы Подходим К этому Значению 2,5 г в Инвариантной массы Посмотрите Какие Возникают Неопределенности В экспериментальном Определении То есть Большие Неточности Это Предсказания На основе Расчетов По Такой Схеме Ну и Вот Один Вариант Вот Еще есть Другой Вариант В том же Самом Интервал Немножко Больше До 3 г Это опыты Которые были проверены В Стэнфорде И Ну так сказать Адепты Этого направления Говорят Что все хорошо Эксперимент Действительно Подтверждает Расчеты По Антиокомонидамике Вот На этот счет Можно сказать Что Это не полная правда Проблема в том Что если Присмотреться То Здесь Очень большие Несоответствия Между экспериментом И теорией Особенно Вот Скажем В предыдущем опыте Да Потому что Небольшое Отличие Англии Потому что Здесь Логографическая Шкала Разница Здесь Может Постегать Значение Допорядка А там Где модель Должна Там Сравнивается Экспериментом Трудно Потому что Сам Эксперимент Дает Убольшие Неточенности Вот Пока что Ситуация В этой области Вот Такая вот Ну и Да Гораздо Больше Определенности И Большего числа Данных Получается При изучении Структурной функции Фотона Так Что это такое Я уже Говорил В самом Начале Ну давайте Еще немножечко На эту тему поговорим Стартуя От структурной функции Протона Так Мы с вами разбирали картинку Ну Попробуем Кругом Рассеяния Электрона На Протоне Электрон У нас Элементарная частица Протон Некоторые Структурные частицы Да Протона Электрон Распускает Фруктуальный Фотон Инпульс которого Есть В Минус В штрих А Протон С Инпульсом В Большое Просыпается На Атроны Некоторую Систему Икс И мы говорили Что если регистрирует Не только рассеянный Фотон Этот Электрон То сечение этого процесса Выражается через сечение Нижнего блока Вот этот нижний блок Это сечение взаимодействия Виртуального фотона С протоном С Переводом В систему Икс Но Виртуальный фотон Имеет В отличие от реального Не только Поперечную Но и Продольную Политизацию Или Скалярную Поэтому Он выражается Через Вот это Самое Поперечное Сечение Виртуальность 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 Мы обычно брали Вот таким образом С тем Чтобы она была положительной Так В ответ Должна входить Аналогичная Вличина Со Скалярным фотоном От От Тех же Самых Переменных Так Коэффициентами Коэффициентами Которые связаны Эти два сечение Виртуальность Является Является Число Эти триаллентных Фотонов И Здесь Это число Это число Поперечных Фотонов И Число Скалярных Фотонов Это Самое число Тех Аминных Фотонов Зависит Вообще От Энергии Фотонов Его Виртуальности Ну конечно И от Энергии Налетающего Электрона Вот Это Регистрируя Энергию И угол вылета Конечного Электрона И Зная Полностью Вот эти Величины Мы Можем Извлечь Сведения О этих Сигма Т Сигма С Это и будет При больших Виртуальностях Обрат Мы Щупаем Малое Расстояние Протоне И Узнаем Структуру Протона Очень Часто Эту 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 Ф Поскольку эта величина связана с вот этими сечениями, то еще выделяет множитель α, и здесь входит σt, наша, плюс σs, просто это самая сумма. Итак, из эксперимента, расследуя число событий или сечения в зависимости от энергии угла вылета конечного электрона, можно получить сведения об F2, то есть о такой вот совокупности этих двух сечений. Ну, все это выглядит как некоторое переобозначение одних величин через другие. Вопрос, какой в этом смысл? Давайте попробуем обозначить этот смысл следующим образом. Все то, что я говорил за сих пор, это у нас были точные формулы. Замечательно. А теперь попробуем посмотреть на это же явление в рамках какой-нибудь модели. Ну, например, скажем, как это вообще-то действительно есть, что протон состоит из квадриков. Так, начнем расшифровывать вот эту расшифровку. Так, замечательно. Расшифровка будет примерно такая. Смотрите, у нас протон в простейшем случае состоит из трех квадриков. Налетающий на него виртуальный потон чувствует малое расстояние, и поэтому он может взаимодействовать с каким-то из квадриков. Например, с этим. Вот он с ним взаимодействует. И что происходит? Происходит укропое рассеяние фотона на кварке. Вот это один из кварков, и он полетел туда. А здесь у нас был электрон. Так, а эти кварки, оставшиеся, оставшиеся кварки являются свидетелями этого безобразия, спектаклами. Они не принимают существенного участия, и потом дальше переходят в патроны. И вот как дальше переходит в патроны? Все, где будет система Х. Вот попробуем расшифровать ту картинку с помощью такой модели. И тогда сразу станет ясно, что Х это очень хорошая переменная. Почему? А вот этот кварк. Так. Его и импульс. Но импульс, раз он уменьшит вместе с протоном, составляет некоторую долю от импульса протона. Ну, например, я у нас замок КСИ на КП. Естественно, КСИ меняется между нулем и единицами. То есть, кварк может нести либо очень маленькую, либо очень большую фракцию первоначального импульса протона. Сталкиваясь, эти две частицы порождают вот этот кварк с импульсом ПКУ. Закон сохранения в этой вершине гласит, что импульс конечного кварка равен сумме импульсом начальных частиц. Замечательно. Возведем все это в квадрат. Тогда получим, во-первых, КУ квадрат, который равняется минус КУ большой в квадрате. Во-вторых, удвоенное произведение КСИ. Это лучше сказать КСИ умноженное на убойное произведение КУ малого на П большое. В-третьих, уйдет еще в меньшинам КСИ квадрат на П большое в квадрате. То есть, это масса протона в квадрате. Пока все точно. А теперь вспомним, что речь идет о квадрате, масса которого мала в тех шкалах, которые здесь фигурируют. Ну, КУ квадрат это ГЭВ и десятки ГЭВ. Эта плечена тоже, она ассоциируется с инвариантной массой сталзоугаляющихся частиц. То есть, фотона и протона целиком. Это тоже мог быть десятки ГЭВ. С этой точки зрения, и масса протона можно пренебречь. Потому что, тем более, можно пренебречь массой квадрата, положившей ее просто равную нулю. Да, смотрите, что у нас получается. У нас получается, что переменная в СИИ, если что-то, наверное, как КУ квадрат на 2 КУПРЯ. Но это как раз и есть наш Х. Так что такое распределение по КСИ или по ИКСУ уже? Это распределение кварков внутри протона по той половине импульсу, которую несет этот конкретный кварк. Значит, находя эту функцию, мы узнаем распределение кварка внутри протона по долям импульса и по виртуальностям заодно. Это вот картинка, которая помогает понять, насколько эта штука может быть информативной. Конечно, я изложил только самую простую версию, чисто кварковую модель. На нее нужно накрутить все то, что связано с квантовой хроникнамикой, как нормальной наукой. Да, может быть, даже вести по практике. Но после этого, то, что остается, остается следующее. Изучение структурной функции. Вот. Извините, здесь для... Изучение структурной функции. Это есть метод изучения того, как устроена мишень, на которой рассеивается электрон. Или мишень, с которой взаимодействует виртуальный фотон. После этого ясно, что можно ту же самую схему применить по отношению к реальному фотону. Ведь реальный фотон тоже может рассматриваться как некая сложная структура, состоящая из кварков. Только в простейшем случае скварка будет всего 2, а не 3. И кроме того, в отличие от протона, фотоне, очень часто можно провести вычисление того, как именно в рамках квантовой хроникнамик, как именно фотон состоит из кварков. И сравнивать их уже с экспериментом. Да, да? Ну, в отличие от протона, то кварки будут виртуальные. Как? И у протона кварки виртуальные? Ну, в смысле, что у него есть тривалентных кваркориальных, а у фотона только виртуальные могут быть. Насчет и у протона, они, безусловно, виртуальные. Вопрос только там сильная или слабая виртуальность. А так они, конечно, виртуальные, раз это уже есть некое несвободное, связанное состояние кварков. Так что преимущество изучения фотона заключается в том, что у него проще структура, чем у протона. И у этого есть простой модели, с которой мы можно сравнивать. Вот давайте попробуем посмотреть, а как выглядит картинка, если мы у нас сравниваем структуру фотона. в результате в результате в результате функцию фотона. Точно так же, как с протоном, кинематика та же самая. Электрон рассеивается, регистрирует только конечный электрон, его энергия и угол влита. Про фотон предполагается, что все известно и что он реальный. Где-то нужно получить. Этот фотон может быть получен, например, от позитрона. В условиях, когда позитрон отклоняется на очень маленький угол, этот виртуальный фотон почти реальный. Вводят те же самые переменные. Виртуальность первого фотона. И вот эта переменная, она та же самая, что у нас была. Только роль QP в данном случае будет брать произведение импульса этого фотона на импульс этого фотона. Вот он так и выражается через вариантную массу и Q2. Ну и вот точная формула выглядит так. Если я запишу это сечение в зависимости от XA и Q2, то они выражаются через F2 и F1, которые в свою очередь, если что, как суперпозиция, вот здесь вот сумма таких вот сечений, каких? Гамма-гамма в огромные. Но только разница по сравнению с протоном заключается в том, что здесь первый фотон, скажем, может быть поперечным и продольным, а второй фотон реальный, он только поперечный. Вот выглядит так ответ. Теперь, что касается самих структурных функций, как я уже сказал, в основном, из-за наличия этого малого множителя X на Y2, измеряют только F2. Вот так вот она зависит от... Вот так вот сечение средств от этого. Причем, смотрите, что здесь входит. Вот я уже говорил, что здесь будет... В этом случае будет входить число кварков, обладающих данным импульсом. Насечение чего? В сравнении электрона с кварком, в конце мы имеем тоже электрон и кварк. Это не что иное, как упругое рассеяние электрона на кварке. Что будет в этом самом месте? Для случая, если здесь у нас будет реальный фотон. Реальный фотон будет тоже состоять из кварков. В первом приближении и с двух кварков. Так? И здесь тоже будет рассеяние электрона на кварке. В конечном состоянии будет то же самое электрон и кварк. Если здесь был импульс P, то здесь будет X на P. И все то же самое, только структура будет попроще. Поэтому, если я вернулся к этой картинке, то вот эта вот величина 4P альфа квадрат на Кур четвертая, это как раз и есть дифферсальное сечение рассеяния электрона на кварке. Чисто резервуровские ответы. А вот эта штука, а эта штука тогда должна быть нечто похожее на число кварков, имеющих данную долю X импульса первоначального фотона. Ну и вот для этой функции строится модель, которая сопоставляется с экспериментом. Модель исходит из того, что на малых на малых поперечных импульсах при малых 2 квадрат, то есть при больших расстояниях, фотон похож на адрон. Поэтому этот кусочек должен выглядеть так же, как чисто огромная функция. Ну, например, как как такая функция, которая приличествует, например, пиону. Или по векторам и доминантности расчет выглядит вот так вот. Как это выглядит? Чем больше X, тем меньше таких таких структур, таких кварков, которые обладают большим X-ом. При большом X-е соответствующая вероятность не сахнулю. А кроме того, а кроме того, фотон ведет себя как точечная частица, вот этот виртуальный фотон, состоящий из кварков, кварка и антикварка, один из которых и взаимодействует один из которых или вот этот фотон, нижний фотон расщепляется на антиквар, один из этой квары взаимодействует с виртуальным фотоном. Эту штуку мы можем рассчитать. И она выглядит вот таким вот образом, что самое интересное, с ростом Q-квадрат, эта функция должна не падать, а расти. Правда, расти она должна относительно небыстро, логарифнически. Но, что касается зависимости от X-а, она сидит в функциях A и B. И она выглядит тоже вот таким вот образом, но если A, к примеру, исчезает, нет, если A в области больших X-ов ведет себя тоже очень прилично, а именно она стремится к константе, или к нулю, то B только логарифмически уменьшается, так сказать. На самом деле, что это означает? Это означает, что поведение структурной функции фотона существенно другое, чем у протона. То есть, получается, что это более жесткое образование. Особенно просто уловить это, если начать рассуждать таким образом. А что, если вместо конечных адронов, а ведь конечные адроны у нас появились откуда-то, в основном они появились из этих двух кварков. А что, если вместо конечных адронов приурегистрировали только меоны? Тогда вообще никаких моделей не надо. Тогда ты чистая, манная электродинамика. И в качестве промежуточного процесса будет вот такой вот процесс соударения электрона с реальным фотоном, с производством двух меонов, который мы с вами очень подробно рассматривали. Здесь есть полная возможность написать ответ в нужных там терминах и сравнить его с экспериментом. вот вот к примеру такой эксперимент был проведен львы 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 и что мы на нем видим? Это как раз вот эта самая функция F2 фотона львы львы и еще можно было бы сказать, что это проверка того, что ускоритель хорошо работает. А здесь нарисовано распределение уже адронов. В случае, когда здесь имеется кварковая модель с набором нескольких кварков. Вот так ведет себя модель по векторной доминантности. А это практически повторяет то, что должно быть для мионов. В этом смысле кварки и мионы очень похожие образования. Ну и дальше, что касается эксперимента, то большая серия экспериментов была проведена как раз на большом ускорителе. В том самом ускорителе, который расположен в туннеле, сейчас работает большой адронный коллайдер. Это была установка 27 км длиною с энергией суммарной электронной позитрона на первом этапе около 100 гф, на втором этапе около 200 гф. Здесь показаны первые опыты. Там работали 4 детектора R3, DELFI, ALEF и APAL. И вот соответствующие данные как функция q2. Вы помните, я говорю, что эта функция должна быть пропорционально логарифм от q2. И эксперимент по тому интервалу уже стал приличным. От 1 квадратного мгф до примерно 15 квадратных мгф. А здесь даже немножко больше, уже почти до 100 квадратных мгф. ну вот в принципе как говорится эксперимент подтверждает эту тенденцию то, что структурная функция должна быть пропорциональна логарифму q2. Но все еще с некоторыми неопределенностями. здесь распределение по x в зависимости от ограничений которые доставляются тем или иным детекторам. И здесь тоже они вполне неплохо описываются некой моделью. Ну и еще одно сравнение с экспериментом. это все то, что было получено в эксперименте на ЛЭП-1 и ЛЭП-2. Ну, может быть, стоит заметить, что одним из активных участников этого процесса являлся физик из Дубны Валений Позняков. Он написал потом большой обзор на эту тему. Я сейчас хочу воспроизвести некоторые данные из этого обзора. Так. вот. Сейчас теперь мы попробуем. Здесь уже очень широкий термал этих кусок От единицы, смотрите До величин, немножко не дотягивающих до 10 минут в третьем Вот в этом широком интервале набор Это вот АПАЛ, Л3 и АЛЕФ Это все из ускорителя ЛБ А ТАБАС это старые данные из ускорителя Японского Видно, что тут множество моделей самых разнообразных Но то, что я хочу сказать, что здесь уже Ку-квадрат доходит до величин порядка 20 квадратных Г Да А здесь немножко меньшее значение, порядка 10 квадратных Г Этот вот блок Уже касается районов 20 квадратных Г, есть модели, которые вполне неплохо описывают экскрементальные данные Благо их тут оказалось все-таки на широком интервале некое количество Ну, на этом можно закончить разговор про жесткие процессы Теперь давайте поговорим о полужестких процессах Наверное, сейчас как раз время сделать перерыв Перерыв Двинемся дальше Следующим После жестких процессов Мы уже частично о них говорили Это полужесткие процессы Как я уже говорил, я напомню, что полу-жёсткие процессы В этом случае квадратно-мариантная масса считается много больше поперечного импульса в квадрате Как и в прошлом случае, всё совершается на малых расстояниях Имеется малая константа, связанная либо с большим поперечным импульсом, либо с большой импульсностью Но, в отличие от предыдущего, из-за того, что есть такое соотношение, вообще говоря, в качестве параметра в теории возмущения Выступает только Альфа-С, но величина такого типа Альфа-С, ну, скажем, от П поперечного в квадрате На логарифм ДВ в квадрате, ну, например, на той поперечной в квадрате Или на этом месте может стоять логарифм ДВ в квадрате, так сказать, на ДВ в квадрате Если эта величина, то она в случае считается большой Ну и тогда параметры, которые ведут речь, можно оказаться большим или порядком единиц И возникает такая своеобразная ситуация, что мы должны вычислять, учитывая, что Альфа мало, а Альфа на логарифм не мало Это означает, что придется вычислять целый ряд Скажем, берем какой-то процесс, амплитуда его пропорциональна Альфа-С в каком-то порядке Дальше следует единица И дальше следует вот эти параметры Альфа-С, условно, напишу на логарифм Вот эту штуку назовем логарифм Эта величина немалая, ее нужно учитывать Затем может встречаться величина Альфа-С на логарифм в квадрате И поскольку эта величина немалая, то ее тоже нужно учитывать И так возникает необходимость учета всего ряда при данной степени Альфа-С Ну, это, с одной стороны, сильно усложняет теоретическое описание Потому что для того, чтобы получить ответ с какой-то степенью точности Нужно весь ряд просуммировать, что очень непростая задача В значительной мере это даже, ну, как-то, как говорят, не столько наука, сколько искусство Как можно исхитриться, сочетать весь этот ряд Ну, и такие искусники есть, в том числе и у нас здесь В Институте ядерной физики Они представлены Фаденом и сотрудничеством ребятами С другой стороны, а вот с другой стороны, если это удается сделать То это повышает интерес к данной теме Потому что в предыдущем случае, когда были жесткие процессы Мы, конечно, получали сведения о малых расстояниях Используя теорию возмущения квантовую хромодинамику Но в ее начальных степенях Один, два, может быть, иногда три порядка, как правило, не больше А здесь мы получаем сведения о всем ряде теорий возмущений И это, в этом смысле, проявляет свет на структуру Всей пертурбативной квантовой дайки в целом Это очень полезное и интересное занятие Есть еще один аспект, который я в прошлый раз упоминал И хочу сейчас повторить Проблема в том, что когда такой ряд отсуммируется Очень редко получается функция не падающая, а растущая С ростом энергии, при фиксированном поперечном импульсе Это значит, что соответствующие сечения полужестких процессов Могут оказаться совсем не малыми, не падающими с энергии, а наоборот растущими Что тоже очень привлекательно с экспериментальной точки зрения Это вообще говоря А как обстоит дело в реальной жизни? В реальной жизни, к сожалению, многие замечательные предсказания В этой замечательной области до сих пор остаются предсказаниями Одно из самых первых и интересных наблюдений Сводилось к среднему Если мы рассмотрим процесс Создаление Глубоко виртуальных фотонов С образованием адронов Вот в такой вот области Пусть инвариантная масса Много больше Виртуальности и первого, и второго фотона В этом области в качестве параметра Выступает такая величина, как логарифм Дубльный квадрат Ну, деленный, грубо говоря, на произведение Этих виртуальностей Вот такая переменная И для того, чтобы все это хорошо работало Весь этот ряд и так далее Нужно, чтобы эта переменная была Много больше единицы И что тогда? И тогда получается, что, например, вот этот процесс В нижнем порядке он отписывается Виртуальным фотоном Совдувающимся с виртуальным фотоном И порождающим Кварко-некварковую пару Про которую мы с вами уже разговаривали Это, конечно Конечно, это все-таки хвои квадроны Но это достаточно быстро падающее С ростом энергии или виртуальности сечения Гораздо Гораздо И В области Вот той, о которой мы говорим В этой области Основной платок начинает давать Более сложные процессы Процессы, в которых Виртуальный фотон Флуктуирует В кварко-некварковую пару Так И второй виртуальный фотон Аналогично вот Внутрирует в кварко-некварковую пару Эти пары обмениваются блеонами А У этих плеонов может Высшие порядки возникают Когда возникает такого сорта лестница И каждый такой график Дает не слишком малый вклад И приходится суммировать весь этот ряд Что вообще, говоря, и было сделано И возникает следующая Замечательная вещь В итоге Помните, когда я говорил Про Заводорение реальных фотонов Которые переходят в адроны Там входили структурные функции Которые Чтобы рассчитывать Нужно вводить какие-то дополнительные предположения И так далее В этой же области Этот фотон Высоковиртуальный Значит, он пробует малое расстояние Этот фотон высоковиртуальный Он пробует малое расстояние И вообще тогда Все совершается на малых расстояниях И все можно в принципе Сосчитать Используя только Петрубокиновую квантовую хронинамику Вот с этой гнусностью Что нужно учитывать весь ряд И когда вот этот параметр достаточно большой Такой ряд Был отсуммирован Причем не только В главном логарифмическом приближении Но даже и в следующем за ним Что вообще потребовало Несколько лет Теоретических усилий После этого интересно Эту вещь Еще раз повторю Сосчитываю В определенном смысле Без всяких дополнительных предположений Кроме того, что работает квантовая хронинамика То есть из первых принципов Очень интересно сравнить с экспериментом Ну вот к сожалению Конечно это очень интересно Но с другой стороны это очень трудно Как раз у Паснякова был человек Который этим экспериментом занялся А соответствующие расчеты высшего порядка Делались в схеме Которая называется Таким БФКЛ Балинский, Фадин, Кураев и Бахов По крайней мере два человека Фадин и Кураев Это граждане Новосибирского производства Итак Что же дает эксперимент Процесс очень интересный, но Вот сначала Эти граждане В основном это были Люди из Белфи Связанные как раз с неполным Я у него был оппонентом Поэтому это вот данные из его работы Это сначала смотрелась реакция Гамма-гамма плюс-ми минус Причем Посмотрите в какой области Ку-квадрат от 10 до 20 квадратных мгф То есть это условие Очень хорошо выполняется Виртуальность велика Так Инвариантная масса Вот инвариантная масса От 2 до 50 Конечно на верхнем пределе Могу не принять и вот это соотношение Но вот как всегда Получается, что Когда берем большие квадрат И большие квадраты Это число событий Соответствующие Относительно мало Вот здесь вот На картинке Да Вы должны представлять себе Что Означает Работать Работать Вот в том интервале Который я говорил Значит Вы должны точно знать Виртуальность одного фотона И она должна быть Больше 10 квадратных мгф Это означает, что Вы должны Отловить Рассеянный электрон Рассеянный На приличный угол С тем, чтобы Виртуальность данного фотона Больше 10 квадратных мгф Необходимо, чтобы И второй фотон Был такой же Значит Нужно отловить Рассеянный позитрон На большой угол Чтобы Виртуальность была Тоже больше 10 квадратных мгф А мы с вами знаем Что число событий Стремительно падает С ростом Угла рассеяния Так что Это будет очень мало Событий Кроме того В тех событиях Которые при этом Удастся наблюдать Нужно еще Чтобы Инвариантная масса Была большой С тем, чтобы Работала эта наука Нужно, чтобы Вот этот логариф Был не маленький Что еще больше Затрудняет жизнь Но пока мы находились В рамках Квантовой Электродинамики То есть Когда имелись только Мионы И больше ничего Тогда никаких проблем Не было Потому что Квантовой электродинамики Мы все можем Сочетать в низшем Порядке И быть уверенным Что Следующей Поправки По крайней мере Дадут достаточно мало Это было Сочетано И вот Результат этого эксперимента Здесь Распределение По Вот этому Как раз Параметру Здесь Сечение Дифференциальное По этому параметру Как функция Как функция Этого параметра На самом деле Видно Что этот параметр Изменяется Совсем не той Области Которая По хорошему нужна Для Эксперимента Связанного Параметра 1,38 Параметра А Расчет По квантовой Электродамике 1,36 Параметра Причем Посмотрите Ну Поправьте Оно Оно 15% Может Даже чуть меньше То есть В этом смысле Здесь Как раз Все хорошо Но Это Самая Малоинтересная Часть Поскольку Связана С чистой Квантовой Электродинамикой Работает Только Нижшее Приближение По константе Электромагнитной А А что творится В области Квантовой Хромодинамики А в области Квантовой Хромодинамики Все значительно Хитрее То же самое Сечения ДСВПД У Как функция У То есть Тех же самых Кинематических Границах Что и раньше И Там Приходилось Немножечко Искитряться И Вот Вы Выглядит Расчет Значит Это Эксперимент Эксперимент Так Это Расчет В нижнем Порядке То есть В таком Когда Сочитаны Только первые Логарифмические Поправки Следующая Которая Будет включать Альфа Меньше Альфа Эксперимент С Расчетом По Формулам В БФХЛ В Нижнем Логарифмическом Прогрежении Строго Говоря Не имеет Ничего Общего То есть Вообще Говорят Да Согласия И Близко Нету А с другой стороны Весь этот Расчет В нижнем Приближении На самом деле Имеет большие Мусы Если от неопределенности И кроме того По хорошему Эти формулы должны Работать В условиях Когда переменная Y Станет хотя бы существенно Побольше Чем здесь Так Но Получится считать Не только Нижнем Логарифмическом Приближении Но и следующее После основного Логарифмического Приближения Это вот Две кривые Которые дают коридоры Да Ну и А то что говорят Экспериментаторы Теперь По крайней мере Нет противоречия Но Цена Этого Заключения Ну А Или Достоверность Этого утверждения Не очень Значимы Почему? Потому что В той области Теория должна Работать где-то здесь А тут она Не очень надежна Эксперимент Дает Неглохую точность Здесь А вот тут Точность эксперимента Как видите Оставляет Желать лучшего Так что Утверждение Общее Которое Делфи Выдало Сводится к тому Что Ну да вот Расчет С учетом Причем Не только Нижших Логографических Поправок Но и следующее Да Не противоречит Эксперименту Пока что Больше ничего Более определенного Сказать нельзя Были Эксперименты Кроме Далее Еще И Вторая группа По-моему это была ПЭТ-3 Вот Здесь Смотрели Некие распределения Ну вот Ксу или Ку квадрат Да Сечение 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 Дифференциальное Ку квадрат В условиях Ку-1 и Ку-2 Примерно Одинаковые Ну и Видно Что Интервал От 10 До 25 Разбит всего На 3 кусочка События мало Поэтому Приходится комбинировать Их Вот для такого Громатного Теория Опять Все Что можно сказать Это то Что Эксперимент И теория По крайней мере Не противречат друг другу Но о хорошем согласии Пока говорить не приходится Так что Это то Что связано Ну Наверное Это Самым интересным Куском Полужестких Процессов Но кроме Этого Процесса Которого Мы с вами Говорили Есть Еще Теоретические Взыскания Связанные В целом Рядом Других Полужестких Процессов Теоретические Масса Много Больше Поперечного Гимпульса Корречного Унизона И все это Много Больше Квадрат Здесь все та же самая Картинка Связанная С Полужесткими Процессами Ну Например Когда мы говорили О процессах Типа Гамма Гамма Плюс Плюс Пиминус В области Жесткой То есть Когда Дубровые Проперечные Были одного Порядка Там Главными Диаграммами Были Диаграммы Бродского Элипажа Два Патона Переводят Кварки Эти Кварки По Кварку Антикварковую Пару И эта Антиквара Организует Мезоны Для Жестких Процессов Это был Нижний Порядок Который Хорошо Работал Но для Полужестких Процессов То есть Когда Инвариантная Масса Высока Опоперечный Импульс Мал По сравнению С Вариантной Массой Эти Диаграммы Начинают Давать Недвижнему Малый Диаграммы И Главными Диаграммами Причем Тоже Флуктурируют Пару Кварков Эти Кварки Друг Друг Взаимодействуют Через Глюон А потом Они Организуют Связанное Состояние В Внижнем Порядке Это Может быть Обмен Здесь Либо Он Сказал Но Можно Было бы Внижнем Порядке Взять Вот Такой Вот График Но По сравнению С предыдущим Что Здесь Так Сказать Это Уже были бы Количество Вершин Раз Два Три Четыре Здесь Раз Два Три Четыре Лично Вершина Одинаковая Но Дело в том Что Такую штуку Можно Организовать А Этого Нельзя Организовать Почему? У нас Безходно Нормальные частицы С точки зрения Цветовой симметрии Это Белое состояние В конце У нас Тоже Нормальные частицы Тоже Белое состояние Если я смотрю Вот этот блок У нас Получается Сталкивается Нормальная Цветовая Частица А Должен Организоваться Нормальная частица У Углеваного Конечно Есть Цвет Поэтому Такой процесс Невозможен Принимаем Может быть Либо обмен двумя Либо обмен двумя В зависимости В зависимости от того Какие Мезоны В конце концов Рождаются Должен Ну так Например Если В качестве Мезонов Выступают Векторные частицы Давайте Попробуем Перечислить Да Векторные Ну и Конечно Электральные Это Ростой Организов Фи Может быть Еще Все частицы Вообще говоря То В этом Случае Что мы Мы В начале И в конце Имеются Одинаковые Частицы Поэтому В промежуточном Состоянии Достаточно Взять Два И тогда Квантовые Числа Этого состояния Чтобы организовать Нормальное Состояние Должно быть Чистоват То есть В этом Случае Обмен Он ведет Померон Конечно Этот Померон В нижнем Порядке Выглянет так А в обычном Порядке Точно так же Как и в предыдущем Случае Можно Закручивать Соответствующую Лестницу Что приведет Только к росту Сечения С ростом энергии Такая картинка Замечательно Когда я нарисовал Эту диаграмму И сравниваю С тем Что было Для предыдущего Случа Существенная разница В чем заключается В том Что здесь Фономы реальные А тот факт Что все происходит На малых расстояниях Обеспечивается Большим Поперечным импульсом Конечных частиц Но Конечные частицы Смотрите Как они Должны Организовываться Вместо того Что Раньше Открытые Кварки Превращаются В ней В струи Дронов Сейчас эти Кварки Должны собраться Мизон Это означает Что из возможного Фазового объема Для свободных Кварков Да Они выбирают Относительно Малый кусочек С тем Чтобы Они двигались Относительно Небольшим Продольным Импульсом Чтобы не был Малый Поперечный Импульс Малый Даже по сравнению С массой Нашего Мизона Соответствующее Сечение Этих Процессов Будет конечно Существенно Меньше Чем сечение Просто Рождение Адронов Вот Тем не менее То что Получается Будет гораздо Больше Чем Это Несмотря на то Что Повядок Должны Ниши Здесь Будет Выжить Так Ну а Если мы В качестве Конечного Мизона Разберем Например Финолы Тилер 2 То есть Псевоскалярную Частицу Или Тензорную Оказывается Что в этом случае В низшем Повядке Да Мы должны Организовать Частицу Которая Незаряженная Все Нормально Нечисто Но она Псевдоскалярная Для этого Обмен Может произвестись Таким образом Чтобы здесь Его состояние С четкостью Отрицательной Его можно Организовать С помощью Трехуглённого Обмена Ну а потом Накручивать Соответствующие Лестницы В этом случае Тот объект Который предал Получается Называется Адерон Нечётное Образование Ну и конечно Соответствующее сечение Будет Мало Но тем не менее Оно Вычислено Так Кварка И наконец Возможен еще Процесс Такого Сорта Когда Скажем Первый фондон Флуктурирует Пару кварков И второй фондон Флуктурирует Пару кварков Но эти кварки Организуют Некое Некое Мезонное Состояние А эти Кварки Остаются Струями Здесь тоже Возможно Меньше Порядки Вот такие Процессы А вот эта Система Это уже будет Адронная Система Гамма И поскольку Эти кварки Не объединяются В некоторых Мезон То Соответствующее Сечение Процесса Гамма Гамма Н Плюс Х Ну Требуется Чтобы Импульс Этого Х Был не слишком велик Да Может быть Порядка Чуть Больше Чем В нас Или Поперечный Импульс Порожденное Дорога То Соответствующее Сечение Заметно Больше Чем Третье Вот Это тоже Все Пострах Полужестким Процессом Ну и Историю Можно Указать Следующим Таким образом Исход Процесс Такого Сорта Для Чистовекта Нахизона Рассматривался В работе Черняка И Житинского Да У них Была Правильно Указана Функциональная Зависимость От От Поперечного Импульса И так далее Но к сожалению Работы действительно Были Произведены Работа Получилась С ошибками Причем На самом Последнем этапе Относительно простой Интеграл Указан Вылечен И И Спиновые Зависимости Оказались Неверными Значит На Позже уже в работе Гензбурга, Панкера и мне эти ошибки были обнаружены и ликвидированы кроме того мы осмотрели рождение все частиц затем еще была серия работ, которые Гензбург и Дмитрий Иванов просчитали вот эти более сложные процессы с треугольным обменом в общем-то все привело к тому, что есть целый ряд предсказаний ну и, наверное, я их могу попробовать показать вот для этого процесса который имеет кинематику 2 в 2 интересуется сечение Гамма Гамма ММ ОНТ это сечение, как правило, быстро падает с ростом Т поэтому интересно проинтегрировать это сечение либо от некоторого Т с ноликом до максимально большого которое здесь возможно грубо говоря до бесконечности Нужно учитывать, что Т отрицательная величина поэтому интегрирование ведется по величине аминус Т с ноликом Сама величина аминус Т с ноликом должна быть достаточно большой чтобы вся эта схема работала ведь она работает только в области для побережной импульсы примерно раунды минус Т должны быть величины ну, соответствующее предсказание из наших работ мы пьем в следующем мере ну, вот это картинка, которую мы реально считали а вот сечение это вот сечение дифференциальное, проинтегрированное от некоторых тестовиков в зависимости от величины тестовиков мы брали это все в пределах от 3 и выше когда есть хоть некоторая надежда что предсказание будет надежным в квадратных сантиметрах поэтому наибольшее сечение имеет процесс где рождается рост с нормиком и система Х величина этого сечения на уровне 10-34 я вам напомню, что нанобарн это 10-33 так что это десятая доля нанобарна а остальные в районе сотых долей нанобарна вот ну сечения эти падают поэтому интервал ну интервал небольшой, поэтому падение особенно незаметно но все-таки это сечение падающее с ростом Т а вот с ростом инвариантной массы с ростом инвариантной массы они растут потому что это сделаны предсказания на основе низшего расчета пусть учет вышит по праву вдох и добавляет но если попробует проецировать это на скажем ВЭП-4 то если бы он работал в районе 10 ГФ с проектной светимостью на уровне там несколько единиц на 10,31 единицу на сантиметр в квадрате в секунду то соответствующие события были бы на уровне одной десяти событий в сутки то есть это очень продуктивное предсказание для ВЭП-4 так ну наверное на этом я собственно материал связанный с полу жесткими процессами окончен мне осталось сказать что в следующий четверг все таки мы еще немножко поговорим про про светлое будущее а именно про встречные гамма-гамма пучки на основе линейных коллайдеров и я принесу в программу набор вопросов для экзаменов да у вас вопросы? про глионы у нас же из восьми глионов два то бесцветных что? из восьми глионов у нас два бесцветных все равно это состояние ну как то обладающие цветом да есть у них такое да в смысле что квандовые числа определенные я хочу сказать по-другому если бы мы интересовались вот таким процессом гамма плюс к как может ли он прийти в мезон ответ нет не может а если я чуть-чуть про пару глионов то при соударении фотона с парой глионов конечное создание такого сорта переход возможен это чисто ну как говорится закон о сохранении я больше ничего ладно до свидания как теперь я должен посмотреть Продолжение следует...